Приветствую вас! Я бы сказал, что психологи не дают советов, это не отлично, это нарушает профессиональную речку. Вот поэтому здесь момент не в том, чтобы давать вам советы, а в том, чтобы помочь вам разобраться в себе. Как мне кажется, в первую очередь, то, чем вам надо помочь в себе разобраться, это с чувством жалости по отношению к, ну, разным людям, да? Вот. Вообще определить, что такое жалость для вас, вот, как вы ее воспринимаете, это самая жалость, вот, и насколько адекватную цену вы платите за то, что ее чувствуют. Второе, это чувство вины. Дело в том, что если вы берете на себя ответственность за другого человека, то, конечно, вам становится трудно. Трудно. Ага. Когда вам становится трудно, вы можете сами переложить уже свою ответственность на кого-то другого. То есть здесь есть проблемы личной ответственность. Вы берете ответственность за других, но при этом не полностью отвечаете за себя. Ну, ну, за то, что с вами происходит. Следующий момент. Жалость – это оспаривание справедливости того, где человек находится. То есть это оспаривание, по сути, реальности, в которой человек живет. Ну, то есть вы говорите, что нет, я не согласен с тем, что, например, делает моя жена. Я считаю, что моя жена, например, выбирает не совсем корректный путь и я не принимаю тот факт, что в результате ее выбора она, например, будет страдать. Хотя выбор ее, нужно понимать, в чем штука, в чем штука как. То есть вы отказываетесь принять факт того, что человек может выбрать что-то другое. Не обязательно выбрать, грубо говоря, то, что вы сами можете считать, ну, каким-то вот адекватным, правильным и так далее. Таким образом, получается, что жалость есть оспаривание реальности, оспаривание справедливости этой реальности и так далее. Это очень серьезно. Следующее, можно обратить ваше внимание. Отношения. Ваше отношение. С женой. Это одно. Отношения с другой женщиной. Какой бы она ни была. Это другое. Но нельзя начать. Одни отношения, не закончив при этом. Другие. При условии, что вы со своим партнером не являетесь людьми, чьи ценности вполне себе входят в появление третьего лица. Да? Вот. Ну, в данном случае, как мне кажется, не входит, поэтому идут и очевидно. Если вы с чем-то нуждаетесь, если вам чего-то не хватает в отношениях с женой, то, реализовав это с другой девушкой, вот, вас вновь потянет к жене. К сожалению или к счастью. Вот. И в этом, наверное, одна из основных проблем. Поэтому нужно разобраться, в чем ваш кризис, вот, ну, конкретно. В чем ваш кризис, вот, и дальше уже исследовать. Это самый кризис. Чтобы вы меньше жалели взрослых людей, вот. Чтобы вы больше думали о семье, и чтобы вы лучше разбирались в том, что вы хотите. Вот. Такая вот история. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ будет вам полезен. Не ждите легких решений, не ждите, что кто-то решит за вас, к счастью это или к сожалению, вот. Как бы привыкайте к мысли, что решать придется вам, в любом случае. Хотите вы этого или нет. Только так можно стать счастливой. Вот. Ну, ну. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешит.